Давайте разберём ваш вопрос. Как подготовиться к разговору? Какие шаги припринять? С мужем женат 13 лет и с двоих детей. Дело в том, что последние года 4 я совсем не чувствую радость от отношений. Ему ещё потолстел на 45 кг. Постоянно критикуют мои действия. Давит на меня негативом. Я боюсь ему сказать нет, потому что у него начинаются всплески истерики и начинают орать. Приходит поинтересоваться, как я только когда ему нужен интим, интим ему нужен каждый день, у меня к нему нет доверительных отношений. Более того, я давно чувствую привычку к нему. При мыслях о нём у меня возникает страх, как-то неприятно занимается внутри и жалость. Он поставил приложение к себе на телефоне и следит за каждым моим шагом. Специально работает удалённо, как я, уже полтора года, хотя можно ездить на работу. Названивает с проверками и видеозвонками. Повод для этого есть, он чувствует, что я его не люблю. Мне нравится флирт с другими мужчинами. Год назад я хотел развестись, сняла квартиру и собиралась переехать с детьми. У нас есть общая ипотека, но он сказал, тебе надо, ты и съезжай. Обещал давать денег на детей, но потом резко сказал, денег нет, ничего не дам. Настроил моих родителей против меня. Меня названивал папа и говорил, что раньше надо было думать, когда в 19 лет выходила замуж. Сейчас главное дети, вырастут, потом сделай, что хочешь. Муж настроил против меня, дочку, 10 лет. Мама хочет разручить нашу семью. Сам умолял вернуться и, значит, что не изменится, говорит. Под всеобщим давлением я толком не переехал в съемную квартиру. Он мне всегда был заботливым и внимательным, потом все это испарилось. Я спроснулась после прежнего критика, обесценивание моих интересов, слежка и запирание под колтаком. Сейчас есть мысль найти более высокооплачиваемую работу, прохожу курсы обучающих, чтобы позволить себе развестись и самообеспечивать детей. Иногда находит умение, я позволю себе пить пиво по вечерам вместе с мужем. Поняла, что нужно более обдуманно подходить к вопросу развода. Какие шаги предпринять и как подготовить детей. Ну, первое, на что хочется обратить ваше внимание, аноним, автор вопроса анонимный, что у вас в тексте происходит все как-то внезапно. То есть, внезапно вы не чувствуете радость от отношений, внезапно у вас к мужу привычка и отсутствие чувств, внезапно у мужа просыпается критика, пусть и прежнего. Хотя, ну, вряд ли это прямо что-то такое, да, что происходит именно внезапно. То есть, скорее всего, это все-таки, ну, что-то, что-то такое, что происходило постепенно, потому что отношения все-таки не становятся резко. Если отношения резко меняются, то, в принципе, и ответная реакция тоже меняется быстро. Вот. Поэтому у вас здесь в первую очередь как-то все по моим ощущениям достаточно резко происходит. Быстро-резко. Вот. Это, конечно, вызывает определенный вопрос, как мне, по крайней мере, кажется, и как мне, по крайней мере, это видится. Следующее. Вы почему-то думаете, что решить все свои проблемы, если разведетесь и будете обеспечивать сами себя. Вот. Может быть, это и конструктивная идея стать более самостоятельной, самостоятельной. Но чувства, которые вы описываете, а именно, вот, боюсь сказать нет, давно чистую привычку, вытекает страх при мысли о нем, неприятно сжимается внутри и жалость. Вот. Это довольно тревожные, как мне кажется, признаки неуверенности в себе. Ведь совершенно, на мой взгляд, не случайно вы, например, вы сливаем еще в 19 лет. Совершенно не случайно, как мне кажется, Ваши родители могут позволять себе на вас давить. Совершенно, не случайно. Вы, вот, как вы описываете, да, под давлением с их страны что-то делаете. И совершенно не случайно, что при всем при этом у вас такие отношения с мужем возникают. Ведь, по сути, муж ведет себя, как некий такой тиран, как некий такой преследователь. Вот, как тот, кто контролирует вас и вашу жизнь. И, на мой взгляд, да, вы вообще молодец, конечно, что пытаетесь взять все сейчас в свои руки. Вот. Вы молодец, что пытаетесь это сделать. Но, на мой взгляд, вот эта вот психологическая история того, что вы как будто бы свою жизнь не совсем контролируете. Вот. Как будто бы вы, ну, в себе не уверены. Как будто бы вы чего-то боитесь, да. Как будто бы вы не уверены, что справитесь от нас. Что, что вы достойны того, чтобы, чтобы вот, ну, условно говоря, вас любили и так далее. Как будто бы в этом есть некоторые для вас трудности, как будто бы в этом есть некоторые для вас проблемы. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно не случайно, что вы, там, например, допустим, допустим, боитесь сказать нет. Совершенно не случайно, что вы чувствуете, ну, жалость какую-то к мужу своему. Вот. То есть, таким образом вы его обесцениваете, да, получается. И, конечно, здесь возникает естественная история о том, для чего бы вам его обесценивать. Ну, вот, так вот, если вообще подумать, зачем вам его обесценивать. Почему вы боитесь истерок, да. Вот. То есть, это все очень важные моменты, на которые вы, вот, скорее всего, вот, внимание как-то не обращаете. Вот, вы не обращаете внимания на то, что вы себя не слышите сейчас, вы не обращаете внимания на то, что вы, как бы, пробегаете то, что называется реакционным поведением. Вот. Что такое реакционное поведение? Реакционное поведение, это поведение, состоящее из реакций. То есть, вы только реагируете на что-то, но как будто бы не продвигаете свои собственные позиции, как будто бы не продвигаете своего собственного интереса, да. То есть, вот, как будто бы вас, там, словно говоря, волнует заработок, высокооплачиваемая моя работа, это хорошо, это хорошо. Но, поймите, что, помимо этого, нужно что-то, что-то еще, вот. Нужно, нужно некий ориентир, нужны некоторые ценности, вот. Нужно, как бы, адекватно, целостно реагировать на, например, ну, когда люди, допустим, нарушают ваши личные границы. Как это происходит с вашим мужем, например. Вот. А вы этого не делаете. У вас этого нет. И я думаю, что вы не случайно, повторюсь, вышли замуж в 19 лет. Вот. Потому что, скорее всего, скорее всего, я не могу знать, как вот на самом деле было, без слов. Но, скорее всего, скорее всего, вы пытались как-то, вот, себя защитить. Вы пытались, скорее всего, как-то, обезопасить себя почему-то. И это, на мой взгляд, очень важный момент, от чего вы себя хотели, пытались защитить. Либо у вас не было особых интересов, либо вы хотели и пытались, опять-таки, оправдать ожидания своих родителей. Вот. Либо у вас, в принципе, есть некая неуверенность в себе и, соответственно, это, ну, существенно мешает вам. Вариантов, конечно, может быть достаточно много, как мне кажется, и все эти варианты могут быть вполне обоснованными. Важнее здесь, конечно, немножко другое. Вот. Важнее здесь, на мой взгляд, то, как вы себе сами. Важнее здесь, то, как вы сами себя воспринимаете. Важнее здесь, то, как вы себя видите. Важнее здесь, то, какой вы себя, ну, какой вы себя, например, видите. Вот. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. А этому вы практически не уделяете внимания. Вот. И, как следствие, вот следствие, мы имеем вот все трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Вот. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, то, над чем, мне кажется, имеет смысл вам поработать, это над развитием доверия в себе. И над выстраиванием четких личных границ с вашим мужем. Работа с жалостью к нему и соответственно, ну, обращения своего внимания на то, например, что за жалостью к нему. К нему находится, что за жалостью к нему стоит. Вот. Попытка ли это обесценить его или наоборот, оправдать. Оправдать. Вот. Вот. А как вы, например, реагируете, когда родители, значит, ваши на вас давят? То есть, ну, условно говоря, реагируете ли вы здесь с чувством вины, да, с чувством страха, с чувством стыда и так далее. Вот. А какие у вас, к примеру, цели в отношениях? Ну, то есть, я имею в виду, вот, именно в отношениях, да, чего вы хотите, которое направлено. Ведь ваш муж, он почему-то себя так с вами стал вести. Почему-то для него это все, ну, грубо говоря, позволительно. Вот. А вы почему-то, опять же, опять же, да, все это, грубо говоря, терпите. Вот. Ну, как бы у этого есть свои, на мой взгляд, причины. Вот. Причины. И с этими причинами, вот, нужно, конечно же, работать, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Следующий важный аспект, на который мне хочется обратить ваше внимание, вот вы спрашиваете, как подготовиться к разводу. А, значит, намерений достаточно, но с учетом вашего прошлого опыта, я полагаю, что вы в какой-то степени знаете о некоторых проблемах, которые могут быть на этом пути. Ну, например, вы можете вполне знать, что вас, ну, грубо говоря, будут пытаться переубежствовать, да, и так далее. Все это, скорее всего, вы знаете. И, на мой скромный взгляд, вы боитесь, что не справитесь. Вы не уверены, вы чувствуете, возможно, эту самую неуверенность. И, я бы, конечно, в первую очередь, обратил бы ваше внимание на, собственно говоря, эту вот неуверенность, которую вы чувствуете, да, которую вы ощущаете. И работал бы уже непосредственно с ней, с вашими сомнениями, вот, с вашими, может быть, страхами, чувством долго перед, допустим, теми же, ну, теми же родителями, вот. И так далее. То есть, вот это все. То, что вас останавливает, то, что вас останавливает при следованию решениям. Сомнения и страх. Страх, что не получится. Страх, что вы останетесь. Да, страх. Но, самое главное, наверное, страх не справиться. Вот. Это то, что вас беспокоит. Так вот. Отсюда ваш вопрос. Какие шаги следует предпринять? И отсюда я бы предложил следующее. Сначала психологическая, так скажем, подготовка, психологическая подготовка. То есть, уверенность, чувствование себя, вот. Может быть, работа со страхами вашими и так далее. Это первое. Да. В комплексе, кстати, кстати говоря, если они у вас, ну, если они у вас есть. Да. То, с ними нужно работать, их нужно, ну, помочь вам скорректировать. Вот. Помочь вам скорректироваться так, чтобы вот вам было несколько проще и легче. Вот. Определение своих интересов, конечно же, без интересов, ну, совершенно очевидно, что никуда. Я имею в виду ваших интересов, без ваших интересов. Вот. То есть, без понимания того, куда вы хотите двигаться, без понимания и чувствования нереакционного. Чтобы это было нереакционное, как сейчас, что я так жить больше не хочу. Вот. Не хочу от этого убежать. А именно, именно четко даст, насколько это возможно, ощущение, что я конкретно смогу. Без, например, мужа. Чем я займусь, что я буду делать, как изменится моя жизнь. Вот. Какая буду я. И так далее. Вот. Притом, что, оооо, история, например, про свободу, да? Ну, про то, что, вот, я буду, там, не знаю, например, свободен. История про свободу здесь не совсем она будет. Самый свободный. Это довольно-таки абстрактные понятия, вот, которые вам могут быть, ну, вообще-то, довольно-таки чужды. По факту. То есть, вы можете понимать, что это значит. Вы можете отдавать себе отсчет в том, что, вот, есть свобода. Я знаю, что такое свобода, вот, но, по факту, вы можете не отдавать себе отсчет, как-то быть свободный, по причине именно того, что никогда свободны вы не были. И, может быть, даже свободу вы боитесь. Потому что, выбор не переезжать в съемную квартиру все-таки был сделан вами. Это ваш выбор. Это не выбор родителей. Конечно, родители на это повлияли, вне всякого сомнения, так сказать. Приложили к этому родителям свою руку, да. Но, решение, решение о том, чтобы не переезжать, в конце концов, принадлежало вам. И вы этот выбор сделали сам сами. И вот это вам также, на мой взгляд, по возможности, нужно увидеть. Нужно увидеть, что вы сами принимаете решение. Как раз таки может быть потому, что в глубине души у вас есть убеждение, что будучи свободны и само по себе, вы ничего не сможете и ничего не добьетесь и так далее. И, кстати говоря, по началу это, вероятно, будет недалеко от истины. В том смысле, что вам действительно, может быть, будет трудно. Вот. Ну, вам на самом деле, может быть, трудно. Вот. Это, в общем и целом, и целом нормальная история. Это вам может быть трудно. Но вот вопрос немножечко в другом. Вопрос, опять же, в ваших интересах. Вопрос, опять же, в том, чего вы хотите. Вопрос, опять же, в том, что вам нужно. Вопрос, опять же, в том, к чему вы стремитесь. Вопрос. По описанию, да, получается, что у вас такие достаточно авторитарные, деспотичные родители, по крайней мере, отец. Я думаю, что в такой обстановке прислушиваться к себе было, ну, мягко говоря, не очень привычно, комфортно, легко. И так далее. Вот. И это вот тоже вероятно всего вас как-то вот могло травмировать. Вот. Вне всякого сомнений. Поэтому по данному аспекту я тоже считаю, что вам нужно поработать как-то вот, чтобы себя несколько получше узнать. И уже потом, вот, уже потом как раз таки двигаться в сторону, ну, вот, таких целей, которые вы себе ставите. Во, 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 ну, во внешнем мире. Скажем так. Да? Вот. На мой взгляд, очередность должна быть такой. Вот. Что касается подготовки детей, то здесь интересный аспект. Что касается подготовки детей. Дети. Довольно чувствительно к вашему настроению и, соответственно, если ваше настроение, ну, скажем так, несколько приводов. Несколько негативное, несколько тяжелое, вот, то, естественно, естественно, что и дети будут чувствовать себя несколько, ну, вот, в таком же состоянии. В данном случае мне кажется, что это вполне нормально, адекватно повисать детей. Вот. Но если вы будете уверены в себе, если вы будете чувствовать себя гармонично, если вы будете чувствовать и понимать, может быть, куда вы идете, к чему вы стремитесь. Вот. Что вы хотите, если вы будете понимать, что вам нужно, то в таком случае ситуация может быть совсем иной. В таком случае ситуация может быть весьма и весьма позитивной. Дети будут спокойны, потому что спокойны будете вы. Вот. Работает это именно так, не по-другому. То есть не нужно думать, что детей необходимо приготовить. Вот. Чем меньше вы чему-то уделяете внимание, вот, тем порой для детей лучше. Причем обратите внимание. Говоря, уделяя меньше внимания, я не имею в виду игнорируя. Нет. Я имею в виду именно момент, связанный с тем, что для вас какой-то аспект жизни является естественным. Вот чем для вас таких аспектов жизни больше, которые естественны, тем дети будут вообще спокойны. Но если вы будете, ну, условно говоря, обсуждать детей, да, какие-то вещи, то чаще, чем вам хотелось бы, это будет действовать на них совершенно, ну, в обратной, в обратном направлении, в обратном, в обратном векторе. Вот. Конечно, это не означает, что с детьми не нужно ничего обсуждать. Вот. С детьми можно и нужно обсуждать что-то. Но преимущественно, когда они этого сами, сами хотят. Вот. Вот. Или когда вы хотите выразить им свою позицию. Да, то есть, ну, высказать им что-то вот, что вас волнует. Вот. Вот. Что вы считаете вам. Для, ну, для себя, например. Вот. 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 Вот как-то так. То есть. В остальном, решающую роль играет то, на мой взгляд, как вы себя сами чувствуете, как вы к себе сами относитесь. Как вы себя видите, и так далее, и так далее. Вот. Если, ээээ, в этом направлении вы не двигаетесь, вот. то будет трудности, будет проблему. Вот. Будут, ээээ, всякого рода дихотомии. То есть, ну, противоречия, как бы. И, по факту, вы не добьетесь того, чего хотели бы, к сожалению. Вот. Я думаю, что примерно такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, с точки зрения моих ценностей, вот, и так далее. Надеюсь, что я ничего не забыл, надеюсь, что я ничего не пропустил. Я постарался максимально ответить вам на ваши вопросы. Вот. Мне кажется, что работа с личными границами для вас является сейчас самым главным. Созданием своего личного пространства, где вы могли бы чувствовать себя свободной, чувствовать себя хозяйкой. Вообще, вот, как часто вы ощущаете себя, прямо-таки, хозяйкой в своей жизни? Как часто вы ощущаете, что вы управляете своей жизнью, что вы... Что от вас зависит то, как будет она, имею ввиду, ваша жизнь развиваться дальше? Вот. Это был бы очень полезным, как мне кажется. Вопрос в рамках того, что вы спрашиваете. В рамках того, что вы, ну, того, что вы, как бы, описываете контексты своего, ну, текста. Я понимаю, что вам может быть нелегко, как конечно, но по-другому вопрос не решит, как мне. Каст. Вот. Поэтому, поэтому, я, я, я бы не рекомендовал вам пока что прямо-таки уходить и прямо-таки разводиться. Ну вот, я бы рекомендовал вам психологически до этого собрать. Вот. Собственно, люди-то и не должны, вообще говоря, одобрять ваши действия, одобрять ваши поступки, потому что у каждого может быть своя позиция. И это, на мой взгляд, нормально. Вот. А то, если вы будете, если вы текотеетесь к тому, чтобы у других была, например, такая же позиция, как у вас, то, по сути, никакой самостоятельности у вас может и не быть. Потому что там всегда будут люди, которые, вот, как-то, ну, вас будут оспаривать и сождать. Станут назад. Вот. Вряд ли. Здесь для вас есть что-то позитивное. Ну, давайте на этом закончим. Буду вам благодарен за обратную связь, по-моему, ответу вам это, собственно говоря, поможет вам начать работать. над собой. Я хочу вам пожелать всего самого доброго, хочу пожелать вам терпения, хочу пожелать вам мужества и хочу пожелать вам в первую очередь найти силы обратиться за психологической помощью к психологу. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!